Приветствую вас, уважаемые зрители канала People Life. Благодарю вас за то, что вы с нами. Спасибо, что подписываетесь, комментируете и проявляете активное участие в нашем диалоге с нашими гостями. Оставайтесь с нами, сейчас будет интересно. Меня зовут Алексей, 29 июля на календаре. С нами на связи джиотиш-астролог Владимир Бадиян. Владимир, приветствую вас. Здравствуйте, Алексей. Всем привет. Я сегодня не ошибся по поводу джиотиш и джойтиш. Заметил у своего окружения, которое тоже произносит название этой астрологии как джойтиш, начал исправлять. Никто даже не догадывался, что на самом деле правильно так. Владимир, как джиотиш-астрология смотрит на август месяц? Он у нас начинается через два дня. Это видео, наверное, выйдет уже 1-го числа, 1-го августа. У нас там День независимости, дата 8-е, 0-8-е. Ну и плюс, обстановка в стране и вообще меняется, и как живая вида изменяется. Как астрология смотрит на следующие 30 дней, которые предстоит пережить украинцам? Ну, во-первых, у нас ретроградный Меркурий. Это астрологи любят говорить про ретроградную планету. Вот и Сатурн. Но ретроградность Меркурий будет с 5-го по 29-е августа. Соответственно, это уже будут вопросы, связанные с… Ну, с бизнесом, с деньгами. Он в этом аспекте работает. То есть если чисто в таком бытовом уровне, то есть какой-то новый бизнес начинать не стоит. Вот это классика. Но вообще нужно смотреть, договора какие-то закладывать тоже не стоит. Ну, в принципе, как не стоит? На самом деле надо смотреть. Если это поточные дела, которые мы делаем постоянно, то в принципе не проблема. Если это такие дела, которые вот прям очень важные, да, такой вот договор, так дальше, то есть не стоит. Для Украины Меркурий будет влиять в этом месяце на поток денег, которые нам будут давать. Я думаю, если ретроградный Меркурий, то в данном случае он будет придерживать финансы, которые нам дают. И ещё один момент. Возможно, они будут идти более скрытно. Вот какие-то будут махинации тоже в этом плане. И также какая-то риторика, потому что Меркурий связан с Савичем. Может поменяться риторика про Украину, что нужно давать и так далее. То есть какое-то изменение в риторике и партнёра, потому что здесь партнёры по финансам, что-то будет нам, они будут говорить. Посмотрим. То есть это не будет глобально, скажем так, но тем не менее, какие-то нюансы будут. Каким-то образом этот месяц, месяц августа, он может повлиять на переговорный процесс? Вчера буквально прочитал на одном сайте о том, что начали говорить о переговорах более официально, в чатах, в новостях, в едином марафоне. Предполагать, выдвигать теории. А если это делают уже так, на всеобщее обозрение, значит, скорее всего, к этому хотят приступать к общенациональному обсуждению. Ещё мне интересно, возможно ли у нас какой-то референдум по тому, как заканчивать войну, чтобы сделать это как-то максимально демократично, как вы видите это. Так, интересно это. Референдум, чтобы все люди вместе решили, да? Да, это было на прошлой неделе, я прочитал новость о том, что в 25-м году такой референдум теоретически возможен. Предлагают там три или четыре варианта завершения войны. Украинцы голосуют. Непонятно, конечно, каким образом. Через диджитализацию или... Ну вообще, если будет референдум, то будет именно так. Через диджитализацию, как вы сказали. И то, что как бы склоняет ли нас к референдуму, я думаю, что склоняет. Или что-то такое, что вы говорите, будет ли референдум. Сейчас попрошу меня ещё раз уточню. Ну, у нас получается... Немножко надо посмотреть, нет? Да-да-да, никуда не спешим абсолютно. Смотрите, вот вопрос, когда вы задали, да? То есть это вопрос во взаимоотношениях. В данном случае, в взаимоотношениях Украины... Во-первых, это в взаимоотношениях власти и народа, да, как бы так. С одной стороны тут говорится «примирительное компромиссное решение». То есть однозначно идёт вопрос про компромисс и примирение. Другими словами, то, что вы задали, это действительно прошло предупреждать, что да, вопрос идёт примирение. И есть, ну, скажем так, насколько я вижу, есть много скрытых моментов, которые нам не показывают. Вот ещё окончательного вывода про то, что примирительные какие-то моменты, вот какие будут конечные результаты вот этого примирения, то есть к чему это, ну, кто что будет иметь с этого, да? То есть пока что нету ещё. Ну, у каждой стороны есть своя там сторона, там, я вижу, что это далёкие наши партнёры, то есть это Америка сюда имеет отношение определённое. Здесь и очень сильно вопрос будет ещё стоять, на момент переговоров, что будет, какая будет сила в СССР, на какой позиции мы будем. Однозначно, то есть переговоры, да, вопрос переговорный идёт, и я, насколько обидно, что будет ли референдум, я думаю, что-то будет такое, опрос будет. Более всего прошло показывать, что будет, потому что, ну, как бы Меркурий как-то через массу, через интернет. Вот, и формируется уже вопрос где-то под конец года, начало следующего года. Вот конец года будет сформировано. Насколько я вижу, у нас ещё что-то готовится в этом месяце. Вот этот месяц сам по себе. Есть какой-то вот, ну, как бы сказать, ну, точнее, какие-то резервы задействуются. И будут какие-то, будут сюрпризы. Сюрпризы, начиная с сентября, может быть, чуть больше. Вот на хорошем, в хорошем плане, то есть сентябрь-октябрь. Вот. То есть сейчас Россия хочет выйти на сильную сторону на переговоры. И Украина. Но вот этот месяц подготовки мы активного действия не увидим, но где-то через месяц, может быть, два, мы увидим. Что-то интересное произойдёт. Но я уже предсказывал, что это будет касательно Крыма, контроль Крыма будет. Соответственно, это мы там в Крым не зайдём, конечно, но, может, и зайдём. Это малая вероятность. Но будет контроль как бы с разных сторон и так далее. То есть там как-то вот вопрос по Крыму будет жёстко стоять. И по ресурсам России, как бы и желанию воевать солдат зимой 25-го года, это тоже подкусит армию России. Но это то, что я видел. Потому что по другим сценариям, если мы войдём в переговоры, мы будем иметь слабость. А с сильной позицией мы сейчас не можем зайти. Ну как бы это если логически смотреть. А так вот по астрологии всё-таки показывают, что в 25-й год переговоры будут, и у нас будет сильная позиция. И мы в этой сильной позиции большинство наших требований будет закрыто. То есть мы получим то, что мы хотим, но не все, далеко не все. Буквально сегодня вышла новость о том, что Россия вывела в Чёрном море три подводные лодки. И это страна с подводным флотом. Часть его потоплена, а часть вот в такой форме. Какие-то движения там начались. Если же Украина начинает контролировать Крым, потом оно пойдёт очень быстро, как по ноткам ДД-оккупации территории, или же это тоже может затянуться в долгую... Нет, не будет эвакуации территории, будет переговор. Мы не сможем, ну, крайний случай, в ближайшее время у нас нет ресурсов, чтобы мы деоккупировали территорию. Это будет как раз вопрос с сильной стороны давления. И, насколько я вижу, вот два момента, которые могут произойти. Это контроль огневой Крыма или сильный напряг его. А другой момент, да, и неготовность самого народа к этому в Крыму. Вот это будет момент, который может повлиять на все остальные моменты и в России сам. Ну, то есть люди будут в напряге сильном. И это как бы... Они будут сами говорить, останавливать. То есть то, что мы анализируем. То есть это не вопрос, что мы там дойдём до Крыма или так дальше. Мы будем контролировать, ну, как бы там обстреливать и так далее. И даже больше. Насчёт подводных лодок, насколько я вижу, скорее всего, какую-то подводную лодку мы потопим. Одну из них точно. Могут быть жертвы на этой лодке? Ну, если потопим подводную лодку, то, конечно. Угу. Ну, я больше вижу, что она как бы как всплывает. То есть как бы... Либо она будет на плаву, мы где-то её так найдём. Что ж, интересно. Вспомнил почему-то Курск и такую ехидную улыбку Путина, когда у него спросили, что произошло с подводной лодкой Курск. И он так улыбнулся, посмотрел в сторону и сказал, она утонула. Владимир, как живёт астрология, объясняет дату 8.08? Что это за день? Это портал какой-то? День, в который может что-то произойти на политической арене? Я очень ещё слежу за событиями с Олимпийскими играми. Могут ли быть во время Олимпийских игр какие-то эксцессы, какие-то напряжности? Ведь это массовое скопление людей и такой всеевропейский спортивный праздник? Назовите любое число. 6. Я не вижу, что 8.08 произойдёт что-то очень такое изрядовоно выходящее. Ну, чётиш по нумерологии не идёт, это я как бы чисто по прошнему смотрел. Как бы, что это будет прям такое событие. Ну, у нумеролога всегда каждое какое-то сильное число как-то отмечается. А для Украины? Ну, как раз и для... Давайте для Украины ещё раз назовите. От 1 до 12, скажите. 4. 4. Ну, тоже я не вижу всё-таки, что для Украины это будет сильно что-то такое изрядово выходящее. Обычный день? День, в который будут... Обычный военный день, я бы так сказал. День, в который будут ликовать и гулять нумерологи. 8.08. Будут устраивать праздники, конкурсы, розыгрыши. 24 августа. Может быть, слегка заранее, но в этом году наверняка можно за месяц посмотреть, что это за день для Украины. Сильный день. С чем ассоциируется? С какой энергией? 24 августа? Венец, в общем-то. Ну, во-первых, Юпитер здесь по астрологии у нас идёт 24 августа. То есть неплохо. Видно силу президента. Ну, выступление будет. Активация вот очень. Ну, Юпитер с Марсом стоит. Какие-то... Сильная какая-то позиция. То есть что-то будет говориться про достижения, может быть, про то, что нам кто-то что-то делает, что мы делаем. Ну, в этом плане. А так, что больше будет обстрела, всего остального, я бы не сказал. Отлично. Ну, как бы из такой позиции. Больше с другой позиции меня сложно проанализировать, но это всё равно... Да, Юпитер расширения. Возможно, наоборот, будут какие-то хорошие новости. Ну, в крайнем случае, с какой-то части фронта. Возможно ли... Возможно ли новости какие-то тревожные в этом месяце? Есть ли какая-то дата, которая подпадает под дата, в которую могут прийти тревожные новости? Потому что сейчас есть разных много сообщений, а особенно меня волнует запорожское направление, на котором всё больше и больше активничают оккупанты. жители Запорожья волнуются, не пойдут ли оккупанты на их город. А что именно их волнует? Волнует оккупация города, обстрелы, прессинг, террор. Ну, обстрелы будут. Но то, что оккупации, нет. Вот давайте я ещё отдельно сделаю, потому что это важный вопрос. Ну, как бы... Интересно, не является ли это отвлекающим манёвром? Сильное действие там? Так. Ну, Венера уже пошла. Венера стоит в 11 дуне. То, что идёт определённое такое... Ну, и в соли, как бы так, возможно. Ну, это точно. Вот. И в Менера в первом доме... То есть будет ли какие-то... Да, обстрелы будут, потому что вопросы территории здесь стоят. Ну, оккупация... Там перемены будут по этой территории, да. Перемены будут, но как бы незначительные. Так что какая-то оккупация нет. Хотя обстрелы будут... Сейчас там будет активация и на самом деле сложнее, сложнее, чем было. Это могут сказать с определённой точностью, потому что, ну, как бы... Там напряжение не только просто вот идёт, там действительно напряжение. То есть какие-то есть планы... Ну, не знаю, там, какие планы в армии России, но как минимум оккупацию, наверное... Они хотят, наверное, обвоевать или, в крайнем случае, под напряжь Запорожье и так далее. Но, возможно, вот эту станцию их, гидро, они хотят тоже что-то с ней сделать, но там ничего не сделают. Она сильно как бы сделана, её разрушить сложно очень. Ну, может быть, ядерная бомба и то. Вот. Потому обстрелы будут, напряжение будет 25-34, то есть сложно тут как бы карта показывать. Вот. И йога, ганда, то есть это тоже как бы напряжение вот будут кошмарить сейчас Запорожье. Это было послание для жителей Запорожья. Напишите нам в комментариях, как сейчас в городе, если у нас есть по ту сторону. Посмотрите, это как бы да. То есть как сейчас может быть чуть больше. Вот я бы так, чтобы не было такого. Там Венера всё-таки в первом доме, то есть я не думаю, что будет сильно, намного сильно отличаться. Что-то будет, но не прям, что это глобально. Больше пугать будут. Но захвата я не вижу города. Оно больше обстрела может быть. Да, какое-то напряжение больше. Ну, так. Есть ли какие-то даты ещё, в которые стоит присмотреться присмотреться к своим походам куда-либо или просто передвижением. Может быть, есть какая-то красная дата или зелёная дата в августе. Может, их неслить. Передвижение — это что вы имеете в виду? Это куда-то поехать? Передвижение — это жили, живут люди в Киеве, решают поехать в Одессу, потому что к морю. А в Одессе, не дай бог, что-то. Под конец месяца я вижу. Плохое время. Но не очень хорошее. А так, в принципе, может быть. Конец месяца. Так, скажите, август решающий что-то в какой-то стези народ, армия, власть? Вот если взять три этих слоя, три направления. После августа месяца может что-то решиться, где, может, перевернётся с ног на голову народ? Нет, август не решающий. Сентябрь тоже нет. Скорее, решающий будет после выбора в Америку. Ну, как бы под конец этого сентября начнётся, ну, вообще, как бы, может быть, и осенью начнётся какие-то неудовлетворительные такие нотки. И даже это может выливаться в более такие глобальные собрания людей. Ну, я не вижу Майдана, там их не должно быть, но какие-то моменты и такие очаги, они будут возникать. Недовольство связано там с ТЦК, ещё с чем-то связано, и там с армией много чего, с людьми просто. То есть это будет вот такой вот момент, но под конец месяца, только под конец сентября, в начале вот, не сентября, а под конец осени, да? Сентябрь, ноябрь. Вот там что-то может быть. Вы считаете, что завершение войны в Украине напрямую зависит от результатов выборов в Америке? Это зависит от трёх точек, ну, вообще от четырёх очень сильно. От Байдена, конкретно от Путина, или, скажем, коллективного Путина, от Зеленского и от Украины, конечно же, потому что нельзя сказать, что один Зеленский всё решает, заканчивается война или нет, но от него конкретно. И от СИ. То есть эти четыре точки, они зависят. Если кто-то с этих уйдёт, значит, война будет заканчиваться. Если, конечно же, ну, мы понимаем, да, что если наш президент уйдёт почему-то, то для нас это хорошим не закончится. Вот, потому это такой момент. А то если Байден уйдёт, ну, как бы, война закончится быстрее, потому что Байден не заинтересован. На данный момент у них, ну, я не знаю, Байден или это вот их недемократическая партия, это как бы, у них есть связи с Россией, ну, и договорённости. Но эти договорённости, это, может быть, мы смотрели это как ядерные, потому что ядерные дежавы, у них отдельные договорённости. Окей. Но у них и по Украине есть договорённости на основе этих ядерных моментов. Что они нам дают? Они дают нам просто, чтобы мы медленно загибались, но не быстро, но даже не выиграли. То есть нет у них такой цели. Потому любой другой президент нам лучше будет. И я говорил, что будет не мужчина, а женщина президент по Мерии. То есть это как бы было видно, но не знаю, там еще Трамп и вот это Камала Харрис, возможно, даже на Камала Харрис будет покушение. Но это скорее инстинкция, потому что на Трампа это тоже 99%, ну 90%, что это игра. Ну как бы так. Я видел фотографии ушей Трампа до покушения и после. Никаких следов пуля не могла бы... Ну в общем, это чистая фикция. Просто чисто поймали момент. Скорее всего, да, это игра. И скорее всего, как бы на эту карту положили другую карту, которая называется Камала Харрис. Ну Камала Харрис, сколько мы смотрели, ну как именно с наших источников, то показывает, что она нам помогает Украине. А на самом деле она помогала Украине. Ну, в принципе, так вот видно. И показывала, что она, когда она придет, женщина, которая помогает Украине, это по идее только она. Возможно, еще кто-то из там. Вот она довольно быстро будет наезд. Ревизия, скорее всего, такая, ну скажем так, определенные запросы к нашей Украине, к армии и к управлению страной. Ревизия будет делаться, потому что, ну как бы здесь немножко у нас... Мы застряли в таком садке. У нас такой и садок, и новая как-то. Две ноги. Интересно. Ну, будем надеяться, что если выигрывает Камала Харрис, то она будет содействовать Украине. Показывает, да, что она уже это делает. Ну, это раз. Вопросы о здоровье СИ тоже мы смотрели, что есть. Вот. То есть какая-то точка с этих трех, с четырех, ну там как бы, если она уйдет, кто-то один, а война будет быстро заканчиваться. Но быстрее намного, чем... Ну, я смотрел, что это должно было уйти в 26-м году. И, ну, возможно, возможно, мы там ошиблись. Конечно же. Это было бы очень хорошо, что мы ошиблись на год. Это быстрее. Но я не вижу, что в 25-м война закончится. Война в 26-м заканчивается. И то. Война полностью заканчивается в 2029-м. И то в середине 29-го. А как бы сейчас, в 25-м, это договора. И там как-то вот оно так раз и сойдет, но где-то в 26-м уже это будет. Ну, хорошо будет это заметно, скажем. Ну, возможно, я говорю, я ошибаюсь, это будет быстрее. Но не вижу я, что пока что там. Есть надежда просто очень, что в 25-м вот это договора и там перестанут стрелять. Да, есть момент, что даже выездок за границу будет, ну, какой-то там что-то очень сильно поменяется. но война 26-27-е окончание горячей фазы полностью. Это такой невероятный прогноз, но он реальный. Почему-то инклюзивный. Прашно показывает очень хорошо. Если Прашно хорошо рассмотреть, она говорит, что сейчас переговоры идут однозначно. Просто нету еще ясности. Пока что они там, Россия свое хочет, и очень большой упор на то, что происходит, то, что сейчас делает Россия. То есть она сейчас, ну, она или там, Путин, или, как сказать, они хотят сильную позицию на области. И им не нравится их позиция, и нам, конечно, не нравится наш. Понимаю. Владимир, благодарю вас. Такой тревожный чуть-чуть прогноз, но он правдивый, честный. Больше мне нравится такой подход, нежели рассказ о том, что война закончится в конце августа, планируйте свои дела на сентябрь. И что-то на августе, не показывает. Но она, конечно, внезапно будет вот такими внезапными штуками. Мы так раз и смотрим, раз и русская начнет отступать. Вот это еще интересное. Почему-то они начнут отступать. Нас это удивит. Вот это приятное очень удивление и радость. Будут отступать. Ну, дай бог, чтобы в процессе действий Збройных Сол Украины. Владимир, благодарю вас. Спасибо большое вам за прогноз в начале августа. Хочется запланировать встречу уже на начало сентября. Кажется, что сентябрь, кажется, что лето еще пока оно такое вяло текущее, как будто у всего цивилизованного мира каникулы, пока идет война в Украине. Депутаты наши ушли тоже отдохнуть. но как будто с сентября, когда начнется навчальный риг, все очень активизируется. У вас тоже такое, да? Да-да, это было предсказано в том, что все лето оно будет такое вялое. Начало активное началось, вроде как бы Америка нам дала вот эти все возможности, но не дала как нужно. Они дали нам порционно, очень маленькое. И сейчас опять месяц что-то они там не спешат давать. То есть опять оно так у нас затягивается, затягивается, ну, а потом должно быть повеселение. Будем надеяться. Благодарю вас. Спасибо вам большое за время. Спасибо большое за рассказ, расклад предсказания, предчувствие, прогноз. Благодарю. Спасибо. С нами на связи был Джиотиш-астролог Владимир Бадиян. Оставляйте свой вопрос, ставьте свой вопрос в комментариях. Интересно, может у вас есть какой-то вопрос, который раскроет эту тему с новой стороны. Можете оставить свое видение ситуации, можете сделать свою ставку и прогноз на то, кто же победит в президентских выборах Соединенных Штатов Америки, которые напрямую влияют на завершение войны в Украине. Пока что все. Увидимся в следующих видео на канале People Live. Берегите себя. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо за субтитры Алексею